Вот я свободно подношу руку. По поводу освещения, это отдельная уникальная история. В данном случае мы ломаем стереотипы. Посмотрите, какая она огромная. Обычно это кровати высотой 60-70 мм. Световые панели, это сейчас тренд. И посмотрите, как мы классно сделали. И вы спросите, а если мы захотим поставить приставку, что делать? Смотрите, как интересно получилось. Рейки всем уже изрядно поднадоели. Но смотрите, что мы сделали в данной квартире. Встроенный Плинтус, это всегда боль и страдания любой строительной компании. Почему Тума должна быть подвесной? Друзья, всем привет. Сегодня у нас жилой комплекс Пресня-Сити. Квартира площадью 82 квадратных метра. Квартира получилась очень интересной. И в этом ролике мы вам расскажем про дизайн и про фишки, которые мы здесь использовали. В этой квартире будет жить семья из трех человек. Квартира состоит из кухни-гостиной, коридора, спальни, детской, ванны и рабочего кабинета. Сейчас пройдемся по планировке. Сзади меня входная дверь, я нахожусь в коридоре. Слева и справа у нас расположились шкафы для личных вещей. Проходим чуть дальше и, поворачивая направо, попадаем в кухню-гостиную. Она достаточно большая. Слева у нас гостиная зона, где расположился диван и зона телевизора. Про вот эту конструкцию чуть позже. А справа у нас угловая кухня. Посмотрите, какая она огромная. Большое количество шкафов для того, чтобы спрятать максимальное количество кухонных принадлежностей. В центре у нас большой обеденный стол на 4 человека. Стула пока 3. Четвертый стул едет, скоро будет у нас. И смотрите, какая фишка с этим столом. То есть вот в этом месте толщина меньше сантиметра. А чуть дальше, вот если смотреть с торца, уже толщина порядка 6 сантиметров. То есть, если трогать его здесь, он кажется легким и воздушным. Тем не менее, стол достаточно тяжелый и крепко стоит вот на одной этой ножке. Смотрится очень стильно и отлично вписывается в данную кухню. Кухню выбирали специально в светлых тонах, под цвет керамогранита, который уложен на полу под 45 градусов. И посмотрите, часть элементов сделана под дерево. И если бы этих элементов было бы больше, то кухня уже бы потеряла свой шик и смотрелась бы уже не так. И заметьте, вот у вас фартук сделан из того же керамогранита, который уложен на полу. И получилось просто идеально. Как круто смотрится. Кухонная мебель расположилась в правой части кухни. Здесь у нас встроенный холодильник, духовой шкаф, микроволновка и встроенная кофемашина. Какая же кухня без бомбической люстры? Как всегда, наши заказчики выбирают самые интересные и красивые люстры. Вот посмотрите, тоже созвездие какой-то звезды смотрится фантастически. Из кухни мы попадаем в гостиную. Здесь у нас расположился плюшевый диван зеленого цвета. На полу у нас паркетная доска. И вот посмотрите, какую конструкцию мы собрали из гипсокартона. После того, как мы собрали конструкцию из гипсокартона, мы распилили крупноформатный керамогранит размером 2,40 на 3,20. Вот этот кусок целиковый по бокам. Куски керамогранита. Вот этот участок. Это целая полоска. И снизу полоска целого керамогранита. Ее мы приклеивали уже после того, как уложили паркетную доску на пол. Теперь пару слов про камин. Это не огонь. Вот я свободно подношу руку. Стоит нагревательный элемент, на который попадает влага. Влага испаряется. И стоит диодная лента, которая все подсвечивает. И кажется, как будто это огонь. Абсолютно экологическое решение. Нет огня, значит не выжигает кислород. Если вы хотите поставить у себя камин, то он должен быть именно таким. Здесь у нас будет висеть телевизор. И вы спросите, а если мы захотим поставить приставку, что делать? Смотрите, что мы сделали. Мы смонтировали канализационную трубу диаметром 50. Сделали специальные ниши с торца. Вот, к примеру, здесь можно поставить приставку и через трубу провести провода и подключить к телевизору. То есть здесь ничего не надо будет ставить. Все у вас спрятано с торца за всей этой конструкцией. И все это отлично будет смотреться и функционировать. По поводу освещения. Это отдельная уникальная история. Потолок у нас натяжной. Вот, посмотрите, здесь вот встроенный трек. Здесь трек, который идет до угла и дальше падает на стену. И вы эти светильники можете перемещать вниз и вверх. Что мы сделали? На этапе штукатурных работ мы уже смонтировали профиль. И он заподлицо со стеной. Вот видите, он не выпирает. Поэтому, если вы хотите такую себе конструкцию, то позаботьтесь об этом на этапе штукатурных работ. Забыл добавить про кухню. Посмотрите, как интересно получилось. Всегда хочется кухню под самый потолок. И здесь у нас комбинация фасадов и теневого профиля. Получилось просто бомбически. Рейки всем уже изрядно поднадоели. Но смотрите, что мы сделали в данной квартире. Рейки небольшие. Толщина их буквально 2 сантиметра. Мы их покрасили в цвет стен. И они отлично вписались в интерьер. Не давят. Интерьер остался легким, но при этом интересным. Еще смотрите, вот здесь вот идут рейки, рейки, рейки. А здесь у нас зеркало. То есть визуально мы увеличиваем пространство. Чумовой керамогранит мы уложили под 45 градусов единым контуром. То есть у нас огромный коридор. Здесь у нас входная дверь. А также этот керамогранит идет прямиком до санузла. Вот, пожалуйста, здесь тоже этот же керамогранит. Здесь у нас спальня. Здесь у нас детская комната. А здесь у нас кабинет. Встроенный плинтус – это всегда боль и страдания любой строительной компании. И посмотрите, как это сделано здесь. Рейки, подсветка, скрытый плинтус, дверь скрытого монтажа, скрытый плинтус, дверь, кусочек плинтуса. Наклеенное зеркало заподлицо со стеной. То есть у нас здесь нет никакого перехода. Кусочек плинтуса, световые панели, плинтус, плинтус и опять дверь скрытого монтажа. Представляете, сколько боли и страдания мы здесь испытали, чтобы сделать это все идеально. Световые панели – это сейчас тренд. И посмотрите, как мы классно сделали. Они идут от самого пола до потолка, переходят на натяжной потолок, идут параллельно стене и потом уходят под 90 градусов до входной двери. Смотрится, конечно, восхитительно. Они дают приятный обволакивающий свет. То есть нет такого, что вам глаз там светит, фонарь, а наполняют коридор приятным светом. Двери скрытого монтажа – это всегда круто. В данном случае высота 2,30. Можно заказать классику 2 метра, там 2,10, 2,20, 2,30. И так до бесконечности. То есть чем выше, чем нестандартнее, то, естественно, цена будет выше. Особенность этих дверей – это производитель Италия. То, что, допустим, за этой дверью находится Павел, руководитель этого проекта. И он сейчас разговаривает по телефону, и вы ничего не слышите. Отличная шумоизоляция, чего я раньше не слышал от вот таких вот дверей скрытого монтажа. Если мы говорим про мебель, а точнее про шкафы в коридоре, то это обязательно вот такая история без ручек. То есть это все должно быть скрыто для того, чтобы вы ничего не задевали и свободно проходили по коридору. То есть отличное современное решение. Поэтому если мы говорим про шкаф в коридоре, то он должен выглядеть именно так. Заходим в спальню и сразу вспоминаем про стиль американская классика. Обычно это кровати высотой 60-70 мм. И изголовье кровати отделано либо в виде мебели, либо в виде вот таких вот плюшевых мягких элементов. И цвет отличный, и на ощупь приятный. Посмотрите, какие классные индивидуальные светильники. Помимо точного света, который вы можете направлять в нужное направление, есть еще дополнительное освещение по периметру. То есть если вам не нужно читать газету или журнал, вы можете включить вот этот режим, и он будет приятно освещать всю комнату. Здесь у нас изголовье, а вот справа, посмотрите, мы сделали зеркало для того, чтобы максимально увеличить эту комнату, потому что она маленькая. Здесь еще у нас есть гардеробная со сдвижной дверью. Напротив кровати у нас висит телевизор. И посмотрите, здесь у нас есть такой небольшой столик, и его освещение сделано в виде вот такой световой линии, которая идет под самый потолок. Теперь заходим в ванну. Сейчас тяжело представить квартиру, где есть стиралка и нет сушилки. Здесь мы сделали специальную нишу для того, чтобы поставить бытовую технику. И посмотрите, опять для увеличения пространства мы установили здесь зеркало, и поэтому визуально ванна кажется в два раза больше, чем она есть по факту. Мы привыкли, что у нас зеркала, они либо круглые, либо квадратные, или прямоугольные. В данном случае мы ломаем стереотипы, и оно у нас идет полукругом, потом переходит в угол 90 градусов, здесь у нас прямоугольник, и падает вниз. Намного интереснее смотрится, если бы, допустим, здесь был бы просто прямоугольник, либо квадрат. На полу у нас керамогранит белого цвета, на стенах тоже. Если бы у нас был бы один белый цвет, то это было бы слишком ослепительно, и не смотрелось бы вовсе. Смотрите, что мы сделали. Акцентную стену мы выложили другой плиткой, черного цвета, вот с такими вот медными прожилками. Эти прожилки мы специально подбирали, то есть из буквально 20 плиток мы выбрали 5, которые нам подходят. Сделали дополнительные полочки для того, чтобы разместить ванны и принадлежности. И опять же, черный цвет у нас сделан в виде столешницы, в светильниках, в смесителях. У ванной смесителей тоже черного цвета, клавиша у инсталляции черный цвет и электрический полотенцесушитель. Не забываем, что полотенцесушитель может быть только электрический, но ни в коем случае не водяной. Вот за этим люком у нас доступ к инженерным коммуникациям. Почему тума должна быть подвесной, а туалет должен быть в виде инсталляции? Для того, чтобы все это можно было свободно помыть и иметь доступ в любой момент. Это очень практично, нежели бы у вас Майдадыр стоял на полу, а вместо подвесной инсталляции стоял бы классический унитаз. Если вы любите чистоту, то вот эти вот решения это самые правильные. Мы привыкли, что зеркала у нас накладные, клеются и выступают за стену на 3-4 мм. Но в данном случае мы сделали специальные ниши под зеркала, и уже они утоплены в стену. Это смотрится намного интереснее, чем классический вариант, когда они выпирают. Вот посмотрите, у нас здесь комбинация в виде двух световых линий и зеркала. Все это сделано в одной плоскости, смотрится намного интереснее, нежели вот это все выпирало бы за плоскость стены. Вот такая квартира со вкусом получилась у нашего заказчика. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok